Что бы вы сделали, если бы могли предсказывать будущее? Знаете ли вы, что текущий кризис был предсказан или даже расписан 30 лет назад? А сделали это всего два человека. Абсолютно всё, начиная с коронавирусным кризисом и беспорядками в США, было расписано 30 лет назад двумя авторами. Искра спровоцирует новые настроения в обществе. Центр по контролю и профилактике заболеваний объявляет о распространении нового заразного вируса. Конгресс принимает обязательные меры карантина, мэры сопротивляются, городские протесты сталкиваются с правоохранительными органами, призывы к президенту с просьбой объявить военное положение. Это цитаты из этой 30-летней книги, которые удивительно похожи на то, что происходит сейчас в мире. Прочитав её, я понял, что на самом деле мы находимся только в первой из пяти стадий этого кризиса. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В этом выпуске я расскажу вам о том, кто предсказал это, какие пять конкретно стадий имеются в виду и как вы можете приготовиться к тому, что грядёт. Всё началось на рубеже 1990-х, когда два автора, Вильям Штраус и Ниол Хау, выпустили книгу «Теория поколений». После этого они систематизировали свои теории и подытожили их в книге «Четвёртое превращение». Четвёртое превращение «Американское пророчество», что говорят о следующих поворотах судьбы исторические циклы. Основной мыслью книги Штраус и Хау выделяют то, что все мы проходим через большие временные циклы, которые делятся на четыре поколения, а эти поколения в свою очередь состоят из четырёх сезонов. Весна, лето, осень и зима. Конечно же это метафорические названия. Где весна это первое превращение, лето второе, осень третье, зима четвёртое. Именно четвёртое превращение и является кризисом. Всё это вместе составляет исторический цикл, который занимает сотни лет. Когда они писали эту книгу в 90-х, мы находились в стадии осени. На этой стадии они уже прогнозировали будущий кризис. И они предупреждали об этом ещё в 90-х. В то время немногие прислушались, потому что это было время пузыря даткомов. Рынок рос как сумасшедший, у всех всё было хорошо. Как результат, только немногие услышали голоса Штрауса и Хау. Но даже они воспринимали это не так серьёзно, потому что считали предрекаемый кризис нескорым событием. Если что, Штраус и Хау писали, что кризис произойдёт в отрезке от 2005 до 2025 года. В 90-х это казалось далёким будущим, и никто особо не переживал. Но теперь мы находимся в 20-х, находимся в этом кризисе, находимся в четвёртом превращении. И теперь уже точно пора беспокоиться. Итак, чему нас ещё может научить эта книга, и какие шаги она рекомендует, чтобы быть готовыми? Четвёртое превращение, или зима, это конец всего исторического цикла. Конец такого цикла означает большие перемены. Штраус и Хау пишут, что каждый исторический цикл заканчивался большими изменениями. Последние три превращения, которые были, взяли своё начало около 300 лет назад. Это была Американская революция, известная как Колониальное восстание. Кстати говоря, о нём я писал в своей книге, исследовании кризисных явлений на протяжении истории человечества, начиная к кризисам в Римской империи. Колониальное восстание в Америке происходило с 1760-х по 1790-е годы, а затем, спустя 100 лет, произошла Гражданская война в 1860-х годах. Ещё спустя почти 100 лет вспыхнула пандемия испанского гриппа, началась Великая депрессия, и всё это закончилось Второй мировой войной. Если вы считаете теорию Штрауса Хао сумасшедшей, вспомните, что это те люди, которые также придумали концепт миллениалов. Да и сам термин тоже был введён ими. В книге «Миллениалы на подъёме. Новое великое поколение», которое сейчас стало чуть ли не Библией в своём жанре, они писали, «Каждому поколению свойственно иметь свой определённый архетип, а каждому архетипу, в свою очередь, даётся своя задача и роль в обществе в каждый конкретный момент в одном из четырёх превращений, о которых мы говорили раньше». Да, я понимаю, что это всё звучит достаточно сложно, но это очень важные вещи. Что это за конкретные моменты? А это как раз-таки те пять стадий, о которых я упомянул в предисловии к этому видео. Мы находимся только лишь в первой стадии из пяти описанных в книге «Четвёртое превращение». Что же это за стадии? Первая стадия – Искра. Искра спровоцирует новые настроения в обществе. «Центр по контролю и профилактике заболеваний объявляет распространение нового заразного вируса». «Конгресс принимает обязательные меры карантина». «Мэры сопротивляются». «Городские протесты сталкиваются с правоохранительными органами». «Призывы к президенту с просьбой объявить военное положение». Я привёл цитаты из книги, которые идеально описывают и события, ведущие к кризису, и их последовательность прямо сейчас. Но то, что вы сейчас услышали, это только начало. Это даже ещё не сам кризис. После первой стадии, в которой мы находимся сейчас, следует вторая. Она называется «разрушение». Вот что пишут Штраус и Хао об этой стадии. «Новое настроение толпы и новые проблемы поставят естественную финальную точку в упадке гражданской уверенности и доверия. По мере усиления кризиса, страхи общества вырвутся на поверхность. Одна ошибка может привести к взрыву. Такое поведение может привести к внезапной нисходящей спирали депрессии и полному аналированию общественного доверия. Всё это вовсе не о коронавирусе, протестах на улице и так далее. Всё это о подрыве доверия к старой системе в целях создания новой. Это происходило каждый раз, когда цикл приходил к этапу четвёртого превращения. А что насчёт третьей стадии? Она должна наступить через 8-12 месяцев с этого момента. Третья стадия называется коллапс. В какой-то момент психология краткосрочного кризиса наверстает упущенное в долгосрочной перспективе. Простыми словами, это может привести к большой девальвации валюты, к самому жестокому краху рынка в большинства финансовых и других активов. С обесцениванием активов уровень доверия продолжит катастрофически падать, что в свою очередь снова приведёт к обесцениванию активов и так далее. В этой же стадии произойдут и новые социальные изменения. Например, отказ от старых контрактов, старых соглашений, старых профессий и так далее. Старый общественный порядок будет разрушен без возможности к ремонту. Итак, для тех, кто давно подписан на мой канал, не секрет, что я уже выложил немало видео про экономический кризис. Поэтому вы знаете, что это только начало того, что грядёт. Забавно, всё это было предсказано ещё 30 лет назад всего двумя людьми. Но никто не обратил на это внимания. Но самый важный, ключевой вопрос – а что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы быть готовыми? Множество людей будут терять своё богатство, зато будут и такие, которые построят совершенно новые системы и структуры, и даже бизнесы на этом кризисе. Более развернуто на этот вопрос я ответил в своей книге, но и в этом видео, точнее в конце этого видео, вы тоже услышите ответ. Кстати, если вы не следили за моими видео, если вы впервые на этом канале, лучше подпишитесь прямо сейчас, нажмите на колокольчик и обязательно поставьте лайк. На этом канале я буду и дальше освещать этот кризис, который, если вы слышали, может продолжаться следующие 5 лет. Итак, мы переходим к стадии номер 4. Она называется «Кульминация». Стадия номер 4 – это пик всего происходящего в первой, второй и третьей. Прямо как волна поднимается, поднимается и потом разбивается о скалы. В этой стадии происходит создание нового социального контракта, нового общественного порядка. Это может происходить мирным путём или даже насильным. В этой стадии произойдут решающие события. События эти будут такими масштабными и уникальными, что их даже невозможно спрогнозировать. В четвёртой стадии кульминации обычно происходят вооружённые столкновения. Если такие столкновения имеют место быть, то, возможно, и война. Причём даже не в традиционном понимании этого слова. Это может быть любая война. Например, классовая, или война с террористами, или даже война суперсил. Как, например, во Второй мировой войне. Но прежде, чем мы перейдём к заключительной пятой стадии, я хочу заострить ваше внимание на временных циклах в теории Штрауса Хао. На самом деле, очень полезно предвидеть каждый из этих временных циклов. Это позволит всегда быть на шаг впереди и фактически видеть будущее. Как вообще найти смысл в разных поколениях и сезонах? Штраус и Хаус систематизировали всё в одну схему и дали каждому сезону своё название. Самый первый из них — это весна. Это временной отрезок, когда случалось что-то совершенно новое. Этот этап мы будем проходить после 2025 года, когда и будет всё совершенно новое. Но нам придётся пройти все испытания и боль прямо сейчас, чтобы дойти до этого момента. Потому что осталось ещё очень много старого, от чего нужно избавиться прежде, чем создавать что-то новое. Второй сезон — это лето, или же, как Штраус и Хао его по-другому называют, пробуждение. На этом этапе создаётся новый мировой порядок. И с этого момента мы переходим в сезон осени, или же в сезон развала, как это называют Штраус и Хао. Здесь начинаются признаки падения, и наконец наступает сезон зимы, или же кризиса. Конец всего старого. Все эти сезоны объединены в один исторический цикл, который может длиться сотни лет. И в каждом из этих сезонов у нас есть целое поколение. Например, в прошлом историческом цикле, который начался после Второй мировой войны, но ещё не закончился, ведь мы до сих пор находимся в нём, точнее в конце него. В начале у нас было поколение бумеров, 1943-1960 годы. Его называли поколением провидцев, и они были в сезоне весны. После них мы видим поколение Икс. Это поколение попало в сезон лета. Именно оно и построило послевоенный мировой порядок. Далее появилось поколение миллениалов, которые Штраус и Хао называют героями. К этому поколению отношусь и я. Именно это поколение проедает бреши и дырявит старый мировой порядок. Оно попало в сезон осени. Теперь же после миллениалов появляется новое поколение, которое ещё не имеет названия. Это поколение попадает в сезон зимы. Именно они, можно сказать, построят новый ресинанс. Именно здесь креативность и самовыражение станут катализаторами всего происходящего по всему миру в ближайшем будущем. Возможно, в следующих видео я сделаю конкретный разбор того, какой архетип и что должен делать. Посмотрим на вашу активность под этим видео. Если будет много лайков, значит будем работать. А мы переходим, наконец, к пятой стадии, которая, кстати говоря, и вытекает из нового поколения, которое вырастет после миллениалов. Стадия номер пять называется «Новые начинания». Наступит эта стадия после завершения этого кризиса и установления нового порядка. Экономика восстановится, она станет менее зависимой. Вся разрушительная энергия четвёртой стадии кульминации в этой стадии пойдёт на пользу. Посеянное в трудное время зерно даст всходы. Появятся новые правила, новые стандарты и новые способы жизни. Всё произошедшее до этого станет историей, а восстановление назовут экономическим чудом. И я очень рад, ребята, что я окажусь в истории тем человеком, который тоже внёс свои труды в это время. Это невероятно здорово. Новое поколение будет изучать это как историю, а я, можно сказать, в ней участвую. Кстати, ребята, на стадии монтажа вдруг понял, что именно на этой стадии, скорее всего, криптовалюта будет раскрыта полностью. Как новая технология. Скорее всего, она и будет использована для создания новой экономической модели. И, скорее всего, её именно для этого и готовили. Итак, вопрос на засыпку. Что сделать, чтобы быть готовыми ко всему грядущему? Ведь мы только в первой стадии из пяти. Три вещи, которые вы можете сделать, зная эту информацию. Первое. Не попадитесь на удочку истерии средств массовой информации. Наоборот, чем больше вы понимаете то, что грядёт, тем меньше стресса вы испытаете, когда это случится. Второе. Ожидайте, что всё станет хуже прежде, чем станет лучше. Но не будьте безрассудными. Сейчас не время сойти с ума и праздновать отмены карантина и локдауна. Наоборот, это самое время быть осторожным, экономить и быть готовым к неприятностям. Не забывайте, мы находимся только в первой стадии из пяти. Всё ещё впереди. И третье, последнее. Приготовьтесь к пятой стадии уже сейчас. К стадии новых начинаний. Это не произойдёт за одну ночь. Это будет спустя несколько лет. И это тот момент, который происходит лишь однажды за всю вашу жизнь. Как говорил Марк Твен, история не повторяется. Она рифмуется. Чем больше вы, как говорится, на одной волне со всеми сезонами, которые мы сегодня обсудили, тем больше у вас шансов быть готовыми, быть на шаг впереди и получить из этого кризиса максимум. Надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Так же, как и мне, кстати говоря. Мне было очень интересно его делать. Если это так, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Для меня это большая мотивация работать дальше. И если вы поставили лайк, то для вас я оставляю подарок. В моём телеграм-канале вы найдёте эту книгу, по которой я делал этот ролик. На самом деле, на Амазоне она стоит около 20 долларов, а вам я её даю совершенно бесплатно. Ссылка на телеграм будет в описании. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok